Здравствуйте! В эфире новости 4 из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ. В студии Анжелика Понебрашина и в начале выпуска коротко о его главных темах. На них оказывается давление и сыплются угрозы. Жители Красночекойского района продолжают выступать против строительства угольной дороги. Однако глава региона продолжает лоббировать интересы третьих лиц. Бизнесу необходима помощь от государства. ЗАГСОБР Края подготовил в правительство России обращение о необходимости ощутимых мер поддержки малого-среднего предпринимательства. Печальная реальность. Ежедневно в регионе без работы остаются десятки людей. Большинство не устраивают условия и оплата труда. Борьба жителей Красного Чекоя против развития уничтожающей угольной добычи продолжается. Только недавно правительство страны публично заявило, что разработки угольного месторождения в самой Красночекойской долине не будет. Но облегченно выдохнуть не получилось. Полным ходом идет организация строительства технологической дороги для Зашуланского месторождения. Тем, кто против уничтожения природы своей Родины, откровенно угрожают. Подробности у Вячеслава Бортницкого. Прошли общественные слушания по строительству дороги для перевозки угля в Красном Чекое. Население откровенно против такой грязной магистрали у себя во дворе. Тем не менее, власти и угольчиков такой ответ не устроил. На главу села Черемхово началось прямое давление. Новый исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края Пермяк Константин Колыванов приехал в Красный Чекой и вместе с главой района Александром Гришиловым вызвали главу села на ковер. В выражениях не стеснялись. Есть аудиозапись разговора «Правда». На данный момент разрешения на публикацию записи у редакции нет. Но это же не повод ее не обсудить. Скажем так, увещевание пополам с предупреждениями. Ну, несогласование документации приведет к тому, что заинтересуется прокуратурой. Я делал такие вот, ну, Константин Владимирович напрямую об этом не указывал, но взмах в сторону здания прокуратуры, на аудиозаписи не отразишь, но он был с пометкой, с пометкой, что до конца недели согласован документации не будет. Отчет буду, ответ буду держать в том здании. Ну, моя позиция, я и Колыванову Константину Владимирович об этом сказал, что считаю сейчас согласовывать документацию в свете последних событий, считая не просто, не знаю, как бы громко это звучало неблагородным, но преступным предательством по отношению к населению. Поэтому я, как местный житель и как глава поселения, считаю, что в данном виде проект пройти не должен. Ведь, в принципе, мы не выдвигаем таких сверхъестественных требований, не просим закрыть разработку, вообще остановить разработку карьеры разреза Зашуланский, вообще не просим полный пересмотр маршрута автодороги. Камень преткновения, в принципе, он у нас рисовывается четко, это левый берег реки Чикой. От села Зашулан до села Идрихина левым берегом, если провести этот маршрут, дальше они пойдут, соответственно, уже со своим утвержденным маршрутом. Мы не требуем переноса всей автодороги. Вы просто требуете, чтобы перенесли подальше от сел и от реки, правильно? Да, да. Уничтожение лугов, дикоросов, лесов заденет даже местное кладбище. Более того, дорога нанесет вред представителям флоры и фауны, которые отмечены в Красной книге. Также строительство и эксплуатация угольной магистрали навредит реке Чикой, а следовательно и самому озеру Байкал. Понимают это все местные жители, экологи из-за Байкалей, соседних регионов. Не понимают только чиновники-варяги. Наоборот, компания входит в ТОР и получает не только преференции по налогам и квотам, но и, скажем, лоббирование от руководства региона. Как вы вообще к этому относитесь, что сначала приезжал губернатор, мы знаем, что тоже увозил вас в кабинет и настойчиво объяснял, что надо подписывать все это дело. Теперь у нас Колыванов замкнут, вместе с главой района. Завтра 14 число. Если завтра вы не сдадите тот или иной уже итоговый документ по экологической общественной экспертизе, уже будет прокурорское реагирование. Вы вообще как к этому всему относитесь к человеку, который там живет, как местный житель, как глава села, который под угрозой? Где вам сейчас в итоге правда-то искать? Я как местный житель, как глава, отношусь с большим недоумением в политике правительства Забайкальского края. Ну, априори, так же, как и я на своем уровне, они должны представлять интересы населения. Но население сельского поселения Череповска, я считаю, приравнивается к населению Забайкальского края, так как мы непосредственные жители Забайкальского края. На данный момент ситуация складывается таким образом, что не хотелось бы, Вячеслав, конечно, громких высказываний в адрес правительства делать, но, мягко говоря, продвигает интересы компании «Разрез уголь». Все наши требования просто тактично умалчиваются, ответ не дается. Ну, а дальше риторика идет в том плане, что важный проект, крупный, а мы препятствуем, всячески саботируем. Но плюс ко всему, те люди, которые сейчас вам помогают, это депутаты законодательного собрания, это представители хуралов двух, и Бурятского, и Иркутского, как я понимаю, да, это Байкальская прокуратура, это общественники, и всех колованов называют «использованными резиновыми изделиями», цитирую. Да, была такая формулировка, прозвучала, но, как бы, у меня, конечно, покорежила такая формулировка, все-таки участвуют в этом деле далеко не последние люди, в том числе и из законодательного собрания Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области. Формулировка была в таком виде, что меня используют как разменную монету в своих политических играх депутаты, ну, конкретно был озвучен фамилией Берг, Роман. Ну, а дальше выбросит, вот, в общем, вот как-то вот так, ну, конечно, он человек опытный в политическом плане и лишнего себе старается не позволять говорить, но выражения вот такие проскальзывали. Не стеснялся. Да. Что будет дальше? Завтра 14 число. Что будете делать в итоге? На данный момент у нас сегодня вот состоял совет депутатов сельского поселения Череповское сегодня утром, на котором советом депутатов было принято решение о несогласовании документации, об отклонении документации по планировке межевания территории, в мой адрес поступило от Совета рекомендации не согласовывать документацию, направить весь пакет документов, в том числе и протокол, заключение, в том числе и представление прокуратуры природоохранной в адрес губернатора, в адрес правительства, в адрес, опять же, Байкальской природоохранной прокуратуры, чтобы конкретно уточнить позицию и правительства, и контрольно-надзорных органов для принятия дальнейших решений. Также будет этот документ направлен компанией «Разрезуголь» с просьбой все-таки пойти навстречу и рассмотреть вопрос о частичной переносе частей участка номер 2 и номер 1 на левый берег реки Чкуэй. Но моя позиция такова, что отступать уже поздно и некуда, и неправильно все будет, не по-человечески. Поэтому я буду идти до конца. Любыми законными способами буду отстаивать интересы поселения. Пункт пропуска «Забайкальск» на российско-китайской границе вновь открыт с 14 января. Из-за новой очереди скопившихся фур пропускать теперь будут только тех грузоперевозчиков, которые заранее подали электронные заявки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Электронные заявки принимаются на официальном сайте АСМАП. Данные передаются в Росгранстрой, который формирует список грузовиков на следующий день. Список составляется в хронологическом порядке поступления заявок от перевозчиков и размещается на официальном сайте. Власти Китая с 3 декабря, напомним, временно закрыли пункт пропуска Манчжурия на российско-китайской границе и за сложной эпидемиологической обстановке в приграничном городе. Вместо представителей компании «Алерон Плюс» на встречу с жителями Атамановки приехала накануне полиция. Об этом сообщил телеграм-канал «Протестное Забайкалье». Очевидцы сообщили, что полицейские не препятствовали обсуждению гражданами проблем с мусорным полигоном, а также запросили материалы для возбуждения административного дела по статье 8.2 КОАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Член комитета Госдумы по труду социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение парламентария Султана Хамзаева о поднятии возрастного ограничения для продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает Арти. При этом она отметила, что ей сложно оценить предложение об ограничении реализации алкогольной продукции в выходные дни. По ее мнению, все, кто захочет выпить, просто заранее приобретут спиртные напитки, а само ограничение только поможет работающим барам. Финансирование на питание учащихся начальных классов в Забайкальском крае урезали со 110 до 86 рублей. Об этом говорится в соответствующем документе Краевого министерства образования и науки от 21 декабря прошлого года. Очевидец сообщил, что после Нового года детям перестали давать фрукты и выпечку. Получить оперативные комментарии в Минобразование Забайкальского края пока не удалось. Мы прервемся на несколько секунд. Оставайтесь с нами. В ожидании новых ограничений в связи с пагубным влиянием уже действующих депутаты нескольких субъектов подготовили обращение в правительство России о необходимости мер поддержки бизнеса. Предлагаемые позиции поддержал в том числе и Забайкальский край. Какая помощь нужна предпринимателям сейчас и насколько она была ощутима в первую волну пандемии, разбиралась Тамара Ванфули. Два года борьбы руководства страны и регионов с пандемией коронавируса ослабили малый бизнес. Кремль заявил, что ожидает по стране всплеска заражений новым штаммом омикрон и непонятно, пойдет ли вновь власть на внедрение жестких ограничительных мер. Однако факт однозначно в том, что меры поддержки бизнеса после первой волны запретов на деятельность становились все менее ощутимыми. В условиях пандемии мы живем уже третий год. И когда в первый год первая волна настала, конечно, психологически было очень тяжело. Мы тогда столкнулись, нас на две недели закрыли. Мы ощутили прям вот действительно так все это было эмоционально, психологически, материально. Это все было очень тяжело. Но нам помогли, нам помогло правительство, нас освободили от налогов. Нам на каждого работника выделили денежные средства. Арендаторы, в конце концов, арендаторы нам дали скидки на то время, что мы не работали. Конечно, с трудом, но дали. Когда же пришла новая волна, никто не ожидал, что вроде бы продленная помощь останется лишь на бумаге. Условия выдвинулись жесткие, многие из которых надо было выполнять заранее и длительное время. Но кто бы знал. Эксперты были правы, смогли выжить только те предприятия, которые приспособились к существованию коронавируса. Мы запустили онлайн-бизнес. То есть мы не просто сидели и ждали, когда к нам придут люди, которых просто не пускали к нам. Мы организовали доставки по городу, мы организовали на Вайлберис вышли. То есть мы все равно пытаемся это все сделать, но это все равно, это не то. И мы предполагали, что все это тоже должно повлечь некую компенсацию тех убытков, которые мы понесли. Однако нет. Написано много, но написано так, что ты вообще не рубля. Никто по этой бумажке ничего не получит. Но всем было объявлено. Люди же так и думают, что там замучились помогать уже, все помогает и помогает. В ожидании новых ограничений в связи с пагубным влиянием уже действующих, депутатский корпус Алтайского краевого законодательного собрания подготовил в правительство России обращение о необходимости ощутимых мер поддержки бизнеса. Обращение поддержал ряд субъектов, в том числе и за Байкальский край. Мы поддерживаем коллег в том, что бизнесу необходимы дополнительные меры поддержки. И те предложения, которые они направили, получили наш отклик, поэтому полностью поддержали. Это придает вес действительно предложению, который звучит не только от одного субъекта. И я скажу, что не только от одного уровня власти, не только от законодательной. Чтобы создать условия для восстановления экономики и поддержки действующих субъектов МСП, говорится в обращении, Алтайское краевое законодательное собрание предлагает правительству России рассмотреть возможность введения следующих мер поддержки. Возобновить субсидии на профилактические и дезинфекционные мероприятия предпринимателям, деятельность которых связана с неограниченным количеством посетителей. Принять программу льготных кредитов субъектам МСП с возможностью их последующего списания в случае сохранения занятости, по аналогии с программой льготного кредитования бизнеса ФОД 2.0, которая ранее являлась одной из самых эффективных мер. Предоставить субсидии на компенсацию выплаты заработной оплаты сотрудникам за ноябрь и декабрь 2021 года. Ввести до конца марта 2022 года отсрочки по налоговым платежам, а также по уплате страховых взносов за 3-й и 4-й кварталы 2021-го. Разработать механизм предоставления выходных дней на проведение вакцинации работников. Понятно, что бизнес разный, условия работы смягчались или ужесточались в зависимости от вида деятельности. И каждому предпринимателю перечисленные меры поддержки нужны в разной степени, или точнее по принципу приоритетности. Однако субъекты сходятся в том, что по всей стране пострадали одни и те же сферы, многие из которых в список пострадавших до сих пор не попали. Предлагается рассмотреть возможность включения в перечень отраслей, требующих поддержки в такие направления, как торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, деятельность в области отдыха и развлечений. Несмотря на то, что называемся, мы по-разному, регионы разные, тем не менее бизнес, пострадавший в большинстве регионов, примерно один и тот же. Прежде всего, это тот бизнес, который связан с потребителем, с предоставлением товара или предоставлением услуги. И там, где для того, чтобы получить эту услугу, вводятся строгие мероприятия, в том числе QR-коды, это всегда сказывается на страфике, на посещаемости и на получении прибыли таким бизнесом. В Забайкальском крае наибольшие убытки из-за введенных нерабочих дней и ограничений региональных органов власти понесли общепитые детские игровые комплексы. Особенно остро ощущались последствия запрета посещения детьми общественных мест и запрета пользования игровыми из-за того, что QR-кода нет у родителей. Трафик посетителей просел, особенно после простоя, в несколько месяцев. Среди предложений в правительство депутаты внесли необходимость признать пострадавшей сферу деятельности по сдаче в аренду помещений, а также торговлю, часы, сувениры, чистящие средства, оружие, цветы, домашние животные и прочее. Эти категории с самого начала вынуждены справляться самостоятельно. Да еще и под моральным давлением людей, воспринимающих бизнес как способ наживы, а не предоставление услуг, товаров, рабочих мест и основного источника пополнения бюджета края. А потом вели QR-коды, и люди перестали ходить. Если вы почитаете комментарии под вашими же постами, люди говорят, допустите, торговые центры загнутся, бизнес загнется. Но отдельно стоящий магазин – это не просто продавец и хозяин. Нагребла я, значит, за столько лет. Ну и все вот такое вот в этом духе. Это как бы вроде как уже естественно. Да и ничего с ними не будет, там сейчас переедут куда-нибудь, да и все. Но это тоже, кажется, даже вот так всем, видимо, элементарно. Никто об этом не задумывается. Это всегда так было будет. У нас вот когда закрытие было, я как бы, ну, конечно, по-другому, когда ты сам с этим сталкиваешься, у меня вообще был просто шок. Пока перед правительством еще предстоит обосновывать необходимость мер поддержки, свою помощь, наконец, предложил Минэкономразвитие края. Снизить налоговые ставки предлагается до 1,5%. Но при условии, что предприниматели потеряли 30% прибыли и более. И здесь снова опасения. Кто, как в министерстве посчитает и положит в основу постановление. То есть он может быть адекватный период, только если он будет сравним не позже, чем 19-й год. А можно и не добрать эти 30% там? Да, если мы сейчас сравним период с 20-м годом, где мы 8 месяцев были закрыты, так мы прям шикарно живем. Живут или выживают, благодаря или вопреки. Стране не нужен упадок малого и среднего бизнеса, который и так после пандемии будет восстанавливаться не один год. Ряд краев и областей выступает с просьбой оказать помощь бизнесу регионов, своевременную и реальную. Хотелось бы, конечно, чтобы все идеи, которые сейчас продвигаются, чтобы все-таки признали наши сферы и пострадавшими, и далее хотя бы освободили от налогов. Не знаю, ну а еще больше всего, конечно, мы хотим, чтобы убрали эти QR-коды. Удобно искать, легко выбирать. Ежедневно в регионе без работы остаются десятки людей. Лишение заработка одних приводит в состояние депрессии, других заставляет искать новые варианты. В этом как раз весомую помощь забайкальцам оказывает сайт работа-запкрай.рф. О том, как это работает, прямо сейчас. Он ласково называет свой грузовик «Моя ласточка». Тщательно проверяют машину перед выездом. Подвезти не должна, работает исправно. Виктор – потомственный водитель. С прежней работы ушел из-за низкой зарплаты. Мужчина до сих пор вспоминает с тревогой свой сложный период в жизни. Там не было ни соцпакета, зарплата. Вроде поначалу сказала, нормальная будет, а потом уже, как сами понимаете, раза два-три хорошую дала, потом уже все на опыт пошло. И из-за этого, ну а у нас же, сами понимаете, кредиты, ипотека. Ну, как бы надо платить же это все. Так что надо, ну я решил, как бы уйти с этой работы и начать искать, ну, на поиск новой работы. Как бы искал очень, ну, долго, месяца два, где-то так, где-то месяца два в долги залез. История закончилась хорошо. Сегодня у Виктора удобный график, стабильная зарплата, социальный пакет и законные выходные. В подобной ситуации когда-то оказался и Егор. На протяжении полугода он, так же, как и Виктор, листал вакансии на разных сайтах, пока не зашел на работу запкрай.рф. Удачу мужчине принесла госпожа внимательность. Адрес сайта он заметил на проезжающем мимо общественном транспорте. На этом сайте я, как бы, зарегистрировался, придя домой и разместил свое резюме. Разместив резюме, на следующий день мне позвонили люди, предложили вакансию. Я, пройдя собеседование, оказался в этом уютном офисе, работаю здесь. Мне пока все нравится, замечательный коллектив. Найти сотрудника или хорошую работу сможет каждый. Это один из слоганов сайта, который полностью себя оправдывает. Здесь все просто. Заходите на сайт работазапкрай.рф и ищите то, что вам нужно. На сайте размещено почти полторы тысячи различных вакансий, свыше 600 резюме и более 200 услуг. Все это дублируется в социальных сетях, а это значительно увеличивает шансы соискателей найти новую работу. Анна Семенова также одна из тех, кто нашел работу через сайт работазапкрай.рф. А ведь почти уже отчаялась искать дело по душе, слишком часто натыкалась на закрытые двери. Анна всегда хотела работать по профессии – бухгалтером. Без цифр, отчетов и бухгалтерского баланса женщина не представляет своей жизни. Я с детства очень любила математику, работать с цифрами, дебет, кредит – это все мое. Первое, что я искала себе – это режим работы просматривала, выходные дни, работа в теплом кабинете. По статистике сайт ежедневно посещают свыше 20 тысяч человек, а это уже говорит о его востребованности и популярности. Победителям предновогоднего розыгрыша вручили призы в торгово-развлекательном центре «Макси». Напомним, условия были просты – сделать фотографию рядом с самой высокой зеленой красавицей, которая разместилась возле торгово-развлекательного центра, отметить группу «Собака Макси Чита» и сделать репост публикации с активной ссылкой. С дамами удачи встретились наши корреспонденты. Ирина Шалопогина всегда считала себя невезучей на счастливые случайности. Два года назад девушка также победила в лотерее, которую проводила одна из городских парикмахерских. Однако обещанный подарок ей не дали. Вот и в этот раз Ирина не ожидала, что станет победителем в предновогоднем розыгрыше. Да еще и сразу первое место. Как-то раз я тоже участвовала в таком же подобном конкурсе. Получается, тоже заняла призовое место, там второе, кажется. И пришла за подарком. Ну, так получилось, что нам не выдали подарки. А здесь я прямо в шоке. Ну, вот подарок. А подарок Штонина есть нужный. Акустическая система для компьютера Микролаб М800. К слову, участвовала в конкурсе четинка не ради приза. Ей лишь захотелось отметить под фото Макси, который для Ирины один из самых любимых торгово-развлекательных центров. Екатерина Панина – обладатель второго места. Участница выиграла увлажнитель воздуха. Девушка сфотографировала только нарядную елку. Уж очень понравилась ей зеленая красавица. Сфотографировала елку. Просто очень красивая елка. Приехали за покупками у Макси. Увидела, как раз елку поставили. Просто я сфотографировала. А дома уже увидела, что конкурс. Думаю, ну хорошо, пригодилась. Напомним, розыгрыш призов проходил в канун Нового года. В прямом эфире группы «Собака Макси Чита» в социальной сети Instagram. Победители определялись случайным образом. А вот приз за третье место – универсальный мини-тренажер – ожидает своего владельца, который не смог прийти на вручение. Анжелика Панебрашина, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. И это все, о чем я и мои коллеги успели вам рассказать. Увидимся уже завтра. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсоры показа магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Найди свою силу, почувствуй свою красоту. Прими ее, поверь в себя. Ведь каждая женщина уникальна, и всем нам нужно что-то особенное. Без галтера в новом кружеве до размера «Ф» создана с любовью и «Интимиссими». В ночь с 18 на 19 января отмечается Крещение. Во вторник погода будет солнечной. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура ночью – минус 29, минус 27. И от минус 17 до минус 19 градусов днем. С наступающим праздником! До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!